МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Энергия. В порту Пригородная впервые пришвартовалось солнце в Хиросиме. В честь этого события завод посетили представители японской компании Хиросима ГЭС. В Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел субботник волонтеров Сахалин Энерджи. На производственном комплексе Пригородной побывали представители японской Хиросимы ГЭС. Это давний партнер Сахалин Энерджи. Договор между компаниями на поставку жиженного природного газа был подписан еще в 2006 году. За это время Сахалин Энерджи зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика сжиженного газа. Я считаю, что это событие еще больше укрепит взаимоотношения между нашими компаниями. По традиции стороны обменялись подарками. Представители Хиросимы ГЭС вручили сувенир с лазерной моделью газовоза. А представители Сахалин Энерджи – картину с изображением инфраструктуры проекта «Сахалин-2». Японцы посетили пригородное в честь прибытия к сахалинским берегам газовоза Суруя-Аки. Он пришвартовался к терминалу отгрузки СПГ спустя час после встречи. Дословно «Суруя-Аки» переводится как «Солнце Хиросиме». Аки – древнее название этого японского города. Длина газовоза – 151 метр, ширина – 28, объем – почти 20 тысяч кубических метров. Теперь это сонно будет поставлять сахалинский СПГ для компании «Хиросима ГЭС». После погрузки «Солнце Хиросиме» возьмет курс на Японию. Воскресное утро. Вместо того, чтобы нежиться в постели или отправиться к морю, волонтеры «Сахалин Энерджи» приехали в Вежносахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Приехали, чтобы провести традиционный субботник. Для себя, для людей. В принципе, просто это приятно, помогать кому-то. Я это делала первый раз. Очень много эмоций по этому поводу. Но нам рассказали, и мы, в принципе, сделали так, как нам подсказали, посоветовали. Вот мы попробовали. Я думаю, что мы будем сюда приходить и проверять, как растут наши розы. Два часа более 70 человек красили беседки и скамейки, высаживали рассаду и саженцы, убирали территорию. Пройдет время, и вот на этом участке зацветут клумбы с флоксами, гвоздитами и колокольчиками. Распустится розарий. Работают волонтеры под руководством профессиональных садовников. Будет красиво, в принципе. Еще между ними идет дельфиниум. Он голубого цвета будет. Он высокий, хорошо разрастается. Манжета еще между ними тоже будет. У него такие огромные цветы. И листья тоже хорошо разрастаются. И будет полностью заполнено, в принципе. Друг другу мешать они не будут. Этот субботник продолжает дело, начатое в 2013 году. Тогда сотрудники Сахалин Энерджи задумали оживить парковую зону дома-интерната. Курили с кичай, клен геннала, айва. 95% посадок прижились. Правда, клен сегодня решили пересадить. Он вымахал под два метра и потребовал больше света. В том месте, где он сидел, там березы его закрывали. И, в общем, нам сказали, что из-за берез он может погибнуть в итоге. Вот, поэтому решили его под открытое небо посадить. Надеемся, что у него все будет хорошо. По традиции, в составе десанта добрых дел не только сотрудники компании, но и их родные, друзья. Всем участникам субботника вручили памятные сертификаты и значки с символикой программы «Спешите делать добро». Она действует в компании 13 лет и поддерживает добрые начинания сотрудников. Программу не раз признавали одной из лучших волонтерских программ в России. Если в лес собрался ты, средства связи не забудь. И аптечку захвати, только с ней пускайся в путь. В одиночку не ходи, а иначе быть в беде. И погромче пошуми, зверь не сулится к тебе. Медвежата и лисята, очень милые ребята. Близко подходить нельзя, у детишек есть семья. Не забудь убрать отходы, у зверей мух особый. Знать об этом должен каждый, безопасность это важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!